Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Россияне перестали обращать повышенное внимание на колебания курсов валют. Доля накопления в иностранной валюте сократилась за полгода практически вдвое. Только 2% граждан за последние месяцы покупали валюту. Менее 1% продавали. Еще 2% сообщили, что они стали активнее совершать покупки в рублях. Несмотря на остывший интерес населения к иностранной валюте, отмечается, что колебания курса валют негативно сказываются на личном благосостоянии граждан. В апреле российские банки выдали 1 миллион 165 тысяч кредитов. Это на 15% больше, чем в марте, подсчитало Объединенное кредитное бюро. Рост показали все кредитные продукты. Кредиты наличными выросли на 13%, автокредиты на 27%, ипотека на 15%, кредитные карты на 30%. Если сравнивать с прошлым годом, то кредиты восстанавливаются медленно. Количество выдач меньше на 54%, а сумма выданных банками кредитов в апреле 2015 года в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. По данным Сбербанка, уровень одобрений кредитных заявок раньше был 80%, в острую фазу кризиса 30%, а сейчас на уровне 40%. Дефицит российских туристов начинает ощущаться в Анталии. Сокращение российского турпотока обойдется в 1,5 миллиарда долларов, которые в этом году недополучат курорты средиземноморской провинции Турции. Правда, там не теряют надежду и надеются на то, что в предстоящем месяце начнется оздоровление рынка, который должен полностью восстановиться к началу следующего года. За первые четыре месяца 2015 года число авиатуристов в Турции достигло 1,2 миллиона человек, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российский фондовый рынок открылся ростом котировок. Индекс ММВБ вырос до отметки 1628 пунктов. Среди лидеров роста бумаги «Сургутнефтегаза», «Алроса», «Уралкалия», «Камаза», «Эмвидео» и «Роснефти». Лидеры падения – акции «Акрона», «ТМК», «Распадской», «ОГК-2», «Фосагра», «Полюс золота», «ММК» и «РДР «Русала». Повышение на российском рынке происходит на фоне роста спроса на акции компаний-экспортеров, пятничных аутсайдеров. Торги в пятницу в Европе и США завершились в красной зоне. На азиатских рынках также преобладают продажи. Курс доллара на 1 июня – 52,97 рубля. Курс евро – 58 рублей. Одна копейка золота стоит 2027 рублей за грамм. Серебро стоит 28,39 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 64 доллара 82 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова